коллеги добрый день приветствую вас на вебинаре компании пиматика который посвящен новинкам линейки аксессуаров микрофоны беспроводное решение и коммутационный блок сегодня скажем так рассказывать об этих темах будет кирилл глубоков пресел инженер компании пиматика всем добрый день да и также с нами юрий якушин да ну давайте постепенно начинать если скажем так интересно вновь прибывшим мы сейчас ведем свое общение из демо-зал компании пиматика и в качестве камеры и микрофона у нас используется видеобар самый младший который есть эта камера и все 34 у него действительно очень вижу уже там комментарии от петра по поводу близости камере камера имеет 120 градусов угла обзора и действительно просто стоит на мониторе которому достаточно близко на расстоянии вытянутой руки поэтому могут быть небольшие искажения вот этот эффект фиша поэтому будем благодарны за любые комментарии по поводу качества микрофона и камера ну давайте перейдем непосредственно основной части для чего мы здесь собрались поговорим о новинках и у нас первая новинка это собственно сам беспроводной микрофон весен 36 долгожданный как вы знаете у ялинка уже были микрофоны беспроводные спида было 90 но они уже сняты с производства и зачастую даже уже их нету физически на складах и на замену им пришли вот такие вот микрофоны круглые с тряпочкой специальной акустической сверху на и на зарядной подставке вот кирилл как раз сейчас параллельно демонстрирует вам в отличие от предыдущих микрофонов спида был 90 этот микрофон он поставляется в комплекте по одной штуке в отличие от старой модели где был сразу комплект из двух штук здесь соответственно можно уже спокойно себе один два три четыре сколько надо по задачам столько и приобрести микрофон также имеет радиус захвата 6 метров в отличие опять же от своего предшественника у которого было три метра здесь уже так скажем больше возможности применения данных микрофонов есть там технологии иолинк но из пруф и еще благодаря тому чтобы используется специально акустическое полотно сверху на нем и большое количество там три встроенных микрофона против одного который был в сипе double 90 качество захвата звука но улучшилось заметно также этот микрофон работает не по декту а по вайфаю благодаря почему нету вот это вот сжатие дектовского потому что канал там очень узкий и чувствовалось местами что звук он несколько искажается он недостаточно полный так как беспроводной микрофон у него есть зарядная подставка и мы хотели бы обратить внимание что у данной зарядной подставки нету никаких контактов то есть никакой контактной площадки микрофонов нет тут полноценная беспроводная зарядка и в принципе мы у себя тестировали можно заряжать не только сам микрофон но и там часы например мобильный телефон который поддерживает беспроводную зарядку да там быстрого зарядки не будет но скажем так маска и зарядная подставка двойного назначения и сенсорная кнопка свет индикаторами вижу вопрос от илья королева микрофон каскадируется так как это беспроводной микрофон они друг другу цепляться никак не могут они цепляются к точке доступа уже точка доступа может быть на самой камере на терминале вот как раз сейчас про таблицу совместимости мы сейчас и поговорим перед вами таблица совместимости где вы можете посмотреть с какими устройствами в каком количестве беспроводной микрофон работает если мы говорим о камерах то с камерами только со старшими моделями которые птз камеры микрофон может работать это такие как 84 8 и шестые совы хаба может работать правы хаб мы еще чуть позднее поговорим для чего это устройство необходимо также работает с митинг барами а 20 а 30 это терминал и которые работают с тимсом и с зумом но также поддерживает бива audi режим у него кстати есть ролик на ю тубе как эти терминалы можно использовать в проводном и беспроводном режиме для бива audi то есть со сторонними из классической линейки то есть это только митинг к 400 права сфера применения как вы можете заметить особенно с классическими терминалами я линк сильно ограничено поэтому стоит аккуратнее относиться к подбору данного решения с большими терминалами для больших переговорных комнат таких как там митинг к 800 их подсоединить нельзя также обращаю внимание что если мы митинка и 800 и используем с той же самой 86 камерой то мы все равно не сможем к митинка и 800 подключить беспроводные микрофоны все микрофоны при использовании кодека подключаются непосредственно к самому кодеку или терминалу камера в этом случае используется чисто просто как камера ну и давайте по поводу подключения ну как зарядка в принципе достаточно просто сама зарядная подставка имеет usb интерфейс который мы подключаем к компьютеру кодеку к usb порт который выведен на стол мы ставим просто микрофон на саму свою зарядную подставку важный момент что нужно достаточно четко туда попадать в противном случае если мы его криво поставим каких-то площадок фиксирующих на зарядной подставке как могли заметить их нету то зарядка может и не пойти но опять же нужно обращать на лет индикатор который специально для этого есть а подключение что к терминалу что и к usb камере елинковской достаточно простой у микрофона есть специально закрытый usb си интерфейс резиночкой заглушка такой при снятии которого получаем доступ к usb си интерфейсу и через usb си кабель мы соответственно его привязываем путем подключения другой стороны кабеля к терминалу либо к камере данный микрофон сопряжение присвоим буквально в течение пару секунд то есть практически моментально можем сказать и если мы подключаем к терминалу там должна появиться надпись что микрофон беспроводная успешно подсоединен при использовании с usb камеры то нам мы это сообщение увидим уже в приложении делим chrome connect который предварительно необходимо заранее скачать после чего отсоединяем микрофон обратно вставляем заглушку резиновую и спокойно пользуемся важный момент что так как у нас микрофоны вай-файные нам необходимо включить точку доступа и на камере и на терминале предварительно иначе микрофоны работать не будут поэтому наверно с микрофоном беспроводным все кирилл тещу добавил да нет в принципе все полностью рассказал боя нечего давайте перейдем к другой новинки а именно к проводным микрофонам я линком 735 и первое на что хочется обратить внимание это то что я линк пришли к общей концепции и новые микрофоны они выполнили в одном форм-факторе и в одном стиле ну на самом деле микрофон и практически выглядит идентично у 736 единственное что есть еще индикация зарядки а во всем остальном они похожи если говорить про технические характеристики микрофона то характеристики тоже похоже и 735 имеет круговой захват голос в радиусе 360 до 6 метров сам микрофон состоит из массива из трех встроенных микрофонов и имеет сенсорную кнопку и вот первое основное отличие это то что данный микрофон подключается проводом rg-45 и тут есть такой нюанс то что провод здесь встроенный он длиной где-то 5 метров и если такая ситуация то что у вас либо камера либо терминал находится на расстоянии больше чем 5 метров кто не стоит переживать в комплекте идет бочка то есть вы можете расстояние увеличить ну сам весим 35 является заменой предыдущего микрофона висим 34 и тут тоже основное отличие заключается в том то что весим 35 может включаться к терминалам или камерам только по типу звезда то есть если вы хотите подключить несколько микрофонов этого типа вам обязательно под каждый микрофон надо рассчитывать и закладывать порт на коммутаторы то есть весим 35 в отличие весим 34 не каскадируется но как я понимаю вот искал что они пришли к одному виду да то есть я думаю начинка то в плане микрофонов то у них одинаковая и сама форма микрофона у них одинаковая то есть только вот это как ты говорил от индикатора нету поэтому звук у них должен быть античный да то есть не отличаться как раньше например было с 34 и cw90 по поводу расстояния у нас встроенный там 5 метров сетевая бочка потом то есть насколько мы можем нарастить примерно то есть до скольки понятное дело там от качества кабеля зачастую это все да ну вообще я линк рекомендует свои аксессуары подключать кабелями которые не превышают расстояние 40 метров я думаю совсем 35 это не исключение скорее всего больше чем 40 метров не рекомендуется использовать я думаю мы на вопрос петра еселевского ответим уже там после 35 микрофона пока два с 35 закончим чем отличается вот звезда от каскадного включения какие-то сложности нам это добавляет основная сложности как я уже говорил заключается в том то что нам приходится под каждый микрофон рассчитывать дополнительный порт на кмутаторе то есть если вы хотите заложить там 4 7 35 то вам надо думать над мутатором сколько портов вы будете использовать в случае с 7 34 таких проблем не было потому что вы могли подключить 4 микрофона используя всего лишь один порт на кмутаторе а зачем мы нужен кмутатор мы же можем то есть а сколько там сколько у нас на терминале интерфейс у нас же есть выделенный интерфейс специально для этого но в совершенно верно на кодеке но один интерфейс он используется для подключения сети а второй интерфейс как раз для подключения интерфейсов он кстати называется VCH-порт бывают такие ситуации когда надо подключить не только микрофоны например например, еще спикер, панель управления, проводной контент. Ну и становится очевидно, что все эти четыре устройства с помощью одного порта подключить невозможно. Поэтому в этом случае мы используем POE-коммутатор. Сам POE-коммутатор мы подключаем в терминал и уже все аксессуары непосредственно подключаем в коммутатор. Да, давайте все-таки поговорим про таблицу совместимости VCM-35, потому что были уже неприятные прецеденты, когда партнеры закладывали микрофоны, которые не работают с оборудованием. Давайте уйдем от этого, чтобы такие ситуации не повторялись. В данном случае VCM-35 с младшими видеокамерами не работают, а именно с UVC-20, UVC-30, UVC-34 и UVC-40, а работают только со старшими камерами, это UVC-84 и UVC-86. К таким камерам можно подключить до 8 проводных микрофонов. Я, насколько помню, у нас, например, старая модель 34, максимум 4. А камера, по-моему, 6. Камерам там тоже было 8, на самом деле, насколько я помню. Да, то есть здесь отличий, в принципе, нет. Ну, опять же, за исключением того, что нам придется здесь 8 портов коммутатора использовать. Вот, также данный микрофон работает с AV-хабом. Про AV-хаб мы поговорим чуть позже. Из митинг-баров это A20 и A30. Также данный микрофон работает с терминалом из старой VC-серии, VC-200E, все другие устаревшие терминалы из VC-серии, такие как 500, VC-800 и VC-880, данные микрофоны не поддерживают. Если говорить про актуальную линейку терминалов, то, в принципе, все терминалы, а именно M400, M600 и M800, данный микрофон поддерживают, но с одним нюансом. Терминалы обязательно надо перепрошивать на актуальную 54-ю версию программного обеспечения. И если терминал на эту версию не перепрошивается, то мы данный микрофон с актуальными моделями из митинга использовать не сможем. Потому что, получается, возможность работы с данными новыми микрофонами, что с 36-ми, что с 35-ми микрофонами, добавилось в этой новой прошивке. Я думаю, в принципе, и для камеры это тоже актуально, что камеру нужно обновить до крайней версии ПО, чтобы сама камера тоже могла с ними работать. И увидеть в себе, скажем так, то, что мы в нее что-то новое подсоединили. По e-коммутаторам мы можем же тоже предложить. У нас же есть в портфеле по e-коммутаторам. Да, 4-портовые, 8-портовые, 16-портовые. Да, то есть это мы можем сделать. Давай тогда вернемся к вопросу от Петра, который поступал. Данные микрофоны, речь тогда шла о беспроводных микрофонах, можно использовать напрямую с другими устройствами, например, с ноутбуком через USB-C. USB-C на 36-м микрофоне используется только для привязки к камере либо к терминалу. И с ноутбуком взаимодействовать может только при наличии терминала e-Link либо камеры e-Link. Все проводные и беспроводные аксессуары, кроме WPP 20-го и 30-го, требуют наличия e-Link-ской камеры либо терминала. Напрямую, просто с персональным компьютером, ну только если через AV-HUB. Как раз мы сейчас к AV-HUB подходим и к его применению. Он нам может помочь в этом сценарии. Я хотел, наверное, еще закончить тему с коммутаторами. Мы настоятельно рекомендуем использовать только неуправляемые коммутаторы. Если у вас коммутаторы управляемые, то могут возникать различные несостыковки. А почему неуправляемые? Потому что... Наверное, еще изолированные от локальной сети. Да, это тоже правильно. Потому что... Почему вообще неуправляемые? Ну, потому что на управляемых коммутаторах есть встроенная настройка VLAN-ов, и эти настройки зачастую просто не пропускают информацию через порты. И из-за этого аксессуары наши не работают. Почему коммутатор должен быть обязательно изолированным от локальной сети? Ну, все потому что, когда вы подключаете коммутатор к терминалу, то терминал начинает раздавать IP-адреса через свой VCR-порт. Вот, собственно, если у вас будет локальная сеть, еще подключена к этому терминалу, то будет неприятно. Вопросов не видно, поэтому давай пойдем с тобой дальше. Ну и давайте поговорим про VHUB. По моему мнению, очень интересное устройство, которое, скажем так, нам всем очень поможет. Это фактически такой, как большой коммутационный блок, к которому можно подсоединить до 9 камер E-Link, а именно 84-й, 86-й. Проводные и беспроводные микрофоны. M-Speaker 2, напоминаем, M-Speaker 2, это единственный у компании E-Link Soundbar, который может и работать и от 3,5-метрового разъема аудио, так и от G45-го интерфейса, ну, а-ля VCH. Данное устройство может работать в сценариях VCS, то есть для терминала VKS в лице митинга E800 терминала, также и при работе по USB с персональным компьютером. Это у нас описано как MVC-сценарий. Имеет в комплекте крепление в стойку, либо на стену, то есть специальный кронштейн, который можно спрятать устройство за телевизором, чтобы его было не видно, например, или можно его даже под столом закрепить, чтобы он нам не мешал, не визуально, и было проще устанавливать и провода соединять, коммуницировать. Есть встроенная поддержка Wi-Fi модуля, ну, для того, чтобы как раз-таки беспроводные микрофоны работали. И у него есть большое количество интерфейсов с обратной стороны, вот непосредственно до них мы дошли схематично. Есть два разъема USB у него, один на лицевой стороне, другой на обратной стороне. Это USB-A интерфейсы. USB-B интерфейс для подключения к персональному компьютеру. Есть специальный выделенный порт, он специально даже подсвечен, это я говорю про четвертый пункт, для подключения к терминалу митинга E800. Он подписан как кодек. Семь VCH интерфейсов, это стандартные G45 порты для подключения проводных аксессуаров E-Link. Камеры, микрофоны, саундбар, все подсоединяются в эти интерфейсы. И есть для подключения сторонней акустики и сторонних микрофонов это 6.3 интерфейсы и RCA интерфейсы. Ну и, наверное, поговорим непосредственно уже о самих сценариях. То есть вот мы перешли к решению VCS при работе с терминалом E-Link. Хотел напомнить следующее, что у нас есть аппаратный терминал митинга E800, который самостоятельно работает с двумя камерами E-Link. Или, например, к нему можно подсоединить стороннюю камеру и одну родную камеру E-Link. Ну, потому что стороннюю камеру через HDMI он добавляет в общий пул камер. Но бывает сценарий, когда двух камер недостаточно, он необходимо больше камер. Например, у нас длинный прямоугольный стол, где снимается общий план помещения, скажем так, общий стол, когда все микрофоны отключены, никто сейчас не говорит. И две камеры по краям, которые, скажем так, перекрестно снимают и людям прямо, скажем так, в лицо наводится. И как раз для этих сценариев три камеры подходят отлично. Ну, кодек всего две поддерживает. И как раз киа-вхаб используется в сценариях, когда нам нужно добавить уже третью камеру. Давайте сделаем немножко шаг назад. У нас есть сценарий, когда у нас всего две камеры. И как мы можем, соответственно, для этого подсоединять? У MITIN-K800, как вы можете заметить, на слайде три, есть VCH интерфейса. И мы можем, например, две камеры подсоединить напрямую в MITIN-K800 всего одним интерфейсом. Напоминаю, что камерам не нужно подводить отдельно питание от сети 220 либо какие-то HDMI кабели, тянуть видео до терминала. Достаточно одного G45. Сам кодек его и запитает, и видеосигналы, и камеры еще будут выступать как приемник, и как сигналы от культа. А остальные уже проводные аксессуары, микрофоны, спикер, проводной контент через дополнительный ПОЕ-коммутатор. Как только у нас становится больше двух камер, но не более четырех камер, у нас в схеме появляется AV-хаб. Как можно заметить на слайде, мы одним кабелем MITIN-K800 и AV-хаб объединяем. Камеры выносные мы уже подсоединяем в AV-хаб. Четыре камеры на 70 доступных интерфейсов спокойно подсоединяем без каких-либо проблем. А уже микрофоны, опять же, саундбар и проводной контент сенсорной панели мы подсоединяем в дополнительный ПОЕ-свитч, который подключен отдельно. И хочу обратить внимание, что при использовании AV-хаба с MITIN-K800 в AV-хаб подсоединяются только камеры. Микрофоны и остальные подсоединяются в отдельный ПОЕ-свитч, и этот ПОЕ-свитч обязательно должен быть подсоединен в MITIN-K800. Также не надо при использовании AV-хаба камеры подсоединять в этот дополнительный ПОЕ-свитч, где у нас и микрофоны. Терминал не может это корректно воспринять, и будет не все камеры видны. Скорее всего, будет доступна только та камера, которая напрямую в MITIN-K800. Для терминала это будут два разных потока. Поэтому вот такие схемы, их нужно соблюдать крайне жестко, такие жесткие требования. Как только у нас становится больше пяти камер, а именно от пяти до девяти, схема еще немножко сильнее усложняется. Так как AV-хаб по своему внутреннему ПОЕ-бюджету может запитать не более четырех камер, возможно, он сможет и больше запитать, но уже стабильность работы мы гарантировать не сможем. Гарантированно работают только четыре камеры. То в нашей схеме, опять же, появляется ПОЕ-свитч. Мы его подбираем по той мощности, чтобы мы могли гарантированно запитать, сколько у нас, пять, шесть, семь, восемь, девять камер, которые мы будем подсоединять. Ну, скорее всего, тут уже будет какой-нибудь 16-портовый коммутатор, потому что они еще достаточно мощности. И, как вы можете заметить, камеры в AV-хаб не подключены. Все камеры должны быть подключены в этот ПОЕ-свитч. Лично проверяли, если у нас там четыре камеры мы подсоединяем в AV-хаб, а пять, оставшиеся в ПОЕ-свитч, кодеком Митин КА-800 увидят только те камеры, которые подключены в AV-хаб. Да, схема может выглядеть несколько странно-нелогично, но вот такая вот логика, и ее необходимо соблюдать. Камеры можно микшировать, можно использовать и 84, и 86 камеры. Например, если мы пользуемся конференц-системой, в принципе используем 86 камеры нецелесообразно, можно остановиться на выборе и 84 камеры. Так, давай посмотрим все-таки на вопрос. Я вижу, насколько камеры быстро переключаются или доступны одновременно. При подключении нескольких камер к кодеку, к кодеке доступен выбор, во-первых, раскладки. В раскладке нам доступны трех видов. Это 1 плюс N, одно изображение камеры большое, и вокруг него много маленьких. Насколько я помню, у нас там 1 плюс 7 раскладка формируется. Если у нас 9 камер, одну камеру будет не видно, потому что 1 плюс 7 и 8. Также доступна раскладка плитка или мозаика, то есть там уже 3 на 3, и все камеры будут видны. Либо изображение с одной камеры. Переключаются при помощи сенсорной панели можно, CTP18, можно при помощи пульта. Не сказал бы, чтобы это прям бесподрывно, то есть в момент переключения видно немножко фриз к картинке, но это делается быстро, ну там в течение секунды точно это все переключается. При выборе раскладки 1 плюс N, например, если мы настроили пресеты и сделали интеграцию с конференц-системой, выбранная камера сама становится автоматически большой. То есть идет переключение изображений в кадре. Я бы хотел добавить по этому вопросу. Когда мы выбираем раскладку только одной камеры, то та камера, которая активна, с нее идет картинка, а вторая камера, допустим, если у нас две камеры подключены, то она через 30 секунд уходит в режим сна. И если мы хотим переключить с камеры, которая активна, на ту камеру, которая не активна, то на самом деле требуется достаточно много времени, пока она поднимется, пока она откроет линзу. И это, наверное, секунды 3-4. Также могу добавить то, что мы сейчас работаем над одним проектом, в котором требуется практически бесподрывное переключение камер. И Ялинк нам обещают эту функцию добавить. То есть, когда вы будете использовать многокамерное решение, но раскладка у вас будет только однокамерная, то вторая камера, которая не передает картинку, она не будет засыпать. И поэтому мы сможем ее сразу же бесподрывно переключить обратно. Но это, опять же, если у нас всего одна камера, например, с тех же двух, девяти, просто на весь экран будет. Если у нас сразу все картинки вводятся, то камеры засыпать, понятное дело, не будет. Да, если у нас несколько камер используется, то этой проблемы вообще не будет. Это, конечно, только касается раскладки однокамерной камеры. Ждем выхода новой прошивки. Ну, лично мне кажется, вот раскладка 1 плюс N, она более чем достаточно. И, опять же, сценарии разные могут быть. Если мы говорим о 84-86 камерах, когда они засыпают, они просто свою голову, скажем так, поворачивают вниз, под себя смотрят. Таким образом добивается режим приватности. Шторка у нас есть только у младших камер, это у видеобаров. Поэтому тут время на раскрытие глаза нет. Еще у Виталия введен вопрос. Если 9 камер, 8 микрофонов, 4 CTP18, 4M Speaker 2 подключить к кодеку просто через один PE-коммутатор, все корректно определить с кодеком? Нет, нельзя. Нужно как минимум 2 PE-коммутатора. Нужно будет AV-хаб. Микрофоны CTP18 и M Speaker 2 будут в отдельном коммутаторе. Это вот который под MIT NK800. А 9 камер будут в отдельном PE-свиче. Теоретически, конечно, можно попробовать это разграничить вланами, то есть использовать PE-коммутатор. Мы знаем, что есть уже реализованные проекты, когда партнер устанавливает не неуправляемый коммутатор, а управляемый. И выделяет конкретные вланы на коммутаторе под VCH-порты для терминала и интернет-порты для терминала. И эта схема работает. Но, грубо говоря, это надо уметь так настроить. Потому что коммутаторы все разные бывают, и тут мы что-то порекомендовать не можем. От себя мы рекомендуем сделать 2 независимых коммутатора. Да, скорее всего, это несколько дороже будет, но зато надежнее. Тут мы должны закончить решением с терминалом EOLINK и плавно перейти, насколько я помню, на USB-решение. Да. Про USB-решение. Фактически здесь уже AV-хаб работает не только с камерами, а уже может работать одновременно и с микрофонами, и с камерами, с саундбаром. Единственное, с чем он не умеет работать при работе с компьютером, ну, а-ля в USB-режиме, это с сенсорными панелями. То есть AV-хабом с сенсорной панели либо с пульта управлять нельзя. При работе через USB AV-хаб управляется через компьютер, через приложение Room Connect. Как вы можете заметить на слайде, для подключения к компьютеру необходимо задействовать USB-интерфейс на кодеке и USB, в данном случае А, на персональном компьютере. В качестве примера здесь используется Encore, это компьютер от компании EOLINK. Ну, можно работать и с лэптопом, нэптопами сторонних производителей. Единственное, что требование это к операционной системе, операционная система должна быть в Windows. С Linux и Mac официальной поддержки нету, необходимо проверять. Если, опять же, 9 камер, а в ВХ подсоединить не сможет физически их запитать, у нас интерфейса такого нету, большое количество микрофонов, 35-х, тех же самых, которые можно до 8 штук подсоединить, а портов с такого количества нету, нам потребуется дополнительный ПОЕ-коммутатор, который будет подключаться в один из доступных VCH-портов. И там уже можно их совмещать, одну камеру. Насколько я помню, все-таки важно, где будут камеры подсоединены. По-моему, они должны быть все вместе либо в ПОЕ-свиче, либо в АВХабе. Тоже важный момент. Камеры распределять нежелательно по разным интерфейсам. Если мы подключим несколько моделей микрофонов, например, V734, V735, хорошего вопроса, все будут сразу работать? Подключить, скажем так, различные микрофоны мы можем к АВХабу, но работать одновременно будет только один из них. Важный момент, что для терминалов, что для камер, что для АВХаба. Микрофоны 34, 38, 36, 35. Это разные источники звука. Даже, например, если мы возьмем 34, 35, 38, хоть они и все проводные, но они все разные. И для терминала это три разных источника звука. Одновременно они работать не будут. Поэтому в проекты нужно закладывать только один тип микрофонов. Не надо их как-то микшировать. Они не будут одновременно работать. Также, когда мы подсоединяем камеру, например, к тому же АВХабу или там несколько камер, то уже мы не к камере микрофоны подсоединяем, а все равно к АВХабу. Когда мы запускаем Room Connect на компьютере, собственно, мы увидим такую картину. Мы видим то количество микрофонов и устройств, которые мы подключаем в АВХаб. И здесь мы видим их базовую информацию. Потом мы можем провалиться в каждую из этих терминалов. Понятное дело, там с микрофонами и динамиками сделать особо ничего не получится. Но, например, с АВХаб, у него есть полноценный интерфейс, настроек, можно выбрать, какая раскладка будет доступна из, например, подключенных девяти камер. Это 1 плюс N, плитка будет или только одна картинка на весь экран. Можно регулировать громкость, обновить устройство, собрать логи. То есть полноценный интерфейс для работы. Для, скажем так, программы участия в ВКС это будет устройство обзываться как Room Camera, Ялинг Room Camera. И то, что мы настроили в АВХабе, то картинку мы и получим в этой программе. Если нам нужно настраивать по ходу конференции, делать какие-то настройки, это нужно делать на приложение, установленное на компьютер, куда подключен конкретно АВХаб либо камера Ялинг. Только таким образом можно управлять АВХабом. Опять же, напоминаю, ни пульта, ни какую-то сенсорную панель. Нет также поддержки API, в отличие от терминала Fearing, где поддержка API есть. Также есть, то есть наши микрофоны при подключении к АВХабу либо напрямую к камерам могут работать в режиме, когда они там синхронным-асинхронным. То есть, например, все микрофоны включены, все микрофоны выключены, либо они могут включаться-выключаться индивидуально по необходимости. Но также здесь добавился режим, когда мы можем для проводных микрофонов сделать привязку пресета к камере. То есть, сделать такой аналог конференц-системы. То есть, у нас, например, 8 проводных настольных микрофонов мы можем максимум подсоединить, сделать 8 посадочных мест на одного человека, на три человека, ну, такие как. И заранее настроить позиции для этих 8 микрофонов. Для одной камеры, двух камер, девяти камер. Пожалуйста. Также нам нужно будет настроить предварительно общий план. То есть, когда все микрофоны будут выключены, будет, соответственно, формироваться картинка общего плана. И потом, то есть, если у нас этот режим выбран, мы это все настроили, активно микрофон может быть только один. Не два, не три, только один. И в момент включения нового микрофона будет отрабатывать пресет, смена камеры, то есть, будет вторая камера или там третья крупным планом наводиться и становиться большим изображением. Очень интересное решение, действительно. Но возникает вопрос. Обычно там, где нужно наведение по пресету на микрофон, там используются узконаправленные микрофоны. Ну, чтобы соседа не было слышно. Да, чтобы не было. Чтобы спокойно общаться с соседом, и его не будет слышно при этом. Собственно, вопрос. Где можно применять вот такое решение, и в чем его плюс, и в чем минус? Ну, минус, практически и сам сказал, что так как у нас эти микрофоны, они все направлены и 6 метров, он может спокойно даже захватить человека, который сидит рядом и там тихонечко шепчет соседу на ухо какую-то а-ля важную информацию. Здесь у нас защиты нету, микрофоны все направленные. Если, скажем так, люди, сидящие в помешении, соблюдают тишину, что бывает крайне редко, то можно таким образом сэкономить деньги, не покупать конференц-систему, дорогостоящие микрофоны, индивидуальные, а использовать данное решение. Опять же, данное решение, оно работает только в режиме USB. При использовании с митингом 800 данного режима не добиться. Там можно это при помощи сенсорной панели вручную, пресеты переключать, либо с помощью пульта. Или, например, можно для учебных каких-то заведений, где у вас есть парта, на 2-3 человека, либо по зонам разбить людей. Например, у нас там 6-8 столов будет. Или люди, когда хотят выступить, выключают микрофон, камеры на них крупным планом наезжают и снимают, их слышно, видно, и они говорят, соответственно. Петра вопрос. Если мы ставим микрофоны одного типа 8 штук на длинный стол через хаб, они могут работать одновременно без применительного включения? Поясните, пожалуйста. Да, они могут работать одновременно. Просто есть настройка, что устройства, все микрофоны включаются одновременно. Включить микрофон можно следующим образом. То есть, один человек нажимает кнопку mute на микрофоне и все микрофоны просыпаются. Если надо замьютить, нажимают еще раз. Все микрофоны опять же мьютятся с красным индикатором и звук в конференцию не идет. Важный момент, что режим, про который я рассказывал с привязкой, например, с потолочными не работает по причине того, что в потолочный микрофон мы не можем пальцем, не, ну, в принципе, можем пальцем пнуть в сам микрофон, но кнопки mute там нет. Там он только с пультом от камеры управляется. Поэтому либо в синхронном режиме с тем же самым Zoom и Teams выключаем в самом приложении микрофон и у нас горят красные микрофоны подключены к VHUB. Надеюсь, ответил на вопрос. Здесь еще в качестве примера мы про это уже говорили, какие раскладки доступны. Собственно, настройка происходит здесь. Помимо максимальных 3х3 бывает на 5х4 на 3 камеры можете здесь это увидеть. И максимальная раскладка, опять же, обращаем ваше внимание. А, кстати, мы с тобой ввели в заблуждение, можете увидеть, что на левом слайде там все 9 камер будет видно. Просто будет красный, точнее, не красный, черный квадрат одной камеры. Скажем так, место было бы 10, уже был бы там заполненный кусочек. Поэтому смело закладываем камеры 9 штук на все возможные раскладки. Давай немножко подождем. Может быть, сейчас еще какие-то вопросы по AV-хабу появятся и уже перейдем к следующей теме. Мы можем пока продемонстрировать, показать, как AV-хаб выглядит. Вот его задняя панель, все интерфейсы. Да, кстати, корпус у них аналитичен с митингом А800 в плане своей внешней коробки. А вот интерфейсы на обратной стороне они уже совершенно другие. То есть, это площадка. К тому же, я вот хотел бы показать, у него с внутренней стороны есть вот таких четыре специальных технологических отверстий подготовленных. При помощи них он и устанавливается. У него в комплекте крепление есть настенное, либо можно еще подстольное, где его он просто вот так вот защелкивается и жестко закреплен на этой подставке. Точно, можно сказать, у него мунифицированное питание с митингом А800 и, в принципе, и активный кулер уже него, но он достаточно негромко работает. Что мы в митинге А800 пользовали, что хабом если он стоит в стойке, его вообще не слышно, в принципе, в заводчем шуму. Но вопросов нет, давай тогда расскажи коллегам про WP30. Переходим к последней новинке, это WPP30. Напомню, что WPP расшифровывается как Wireless Presentation Code, то есть устройство для передачи контента беспроводным методом в конференцию. Передача происходит за счет Wi-Fi шестого поколения. Работает это на частотах 2,4 и 5 ГГц. И основное отличие от предыдущей модели WPP20 заключается в том, что WPP30 поддерживает видео до 4К в 30 кадров в секунду. Помимо этого есть беспроводная поддержка BivyU-D режима. BivyU-D режим у нас на данный момент работает с терминалами серии MeetingBar. Юра отдельно, насколько я знаю, снимал видео по этому поводу. Вы можете посмотреть это видео на YouTube. Очень интересно, коротенькое видео, очень информативно. Также, помимо MeetingBar, беспроводной BivyU-D режим работает с Румкастом. Про это решение я поговорю чуть позже. Ну, давайте все-таки сравним WPP30 с 20-м. Во-первых, что хочется сказать, то, что устройство WPP30 имеет 2 антенны на прием, 2 антенны на отправку. и, как вы можете видеть, WPP30 сильно больше. То есть, раз в полтора. Попробуй за хвостик. Да. То есть, вот это WPP30, вот это 20-й. Да, он где-то крупнее, толще, по весу, наверное, одно и то же выходит, а вот по физическому. И WPP20, он, скажем так, из алюминия, то есть, он явно металлический, прохладный, то это уже из такого пластика. Благодаря этому он и полегче. То есть, не такой тяжелый, как мог быть. Сразу хочу тоже показать, надеюсь, вам будет видно, на WPP20 основной интерфейс это USB-A, у WPP30 уже это USB-C, и если вам нужно использовать USB-A, то есть вот такая встроенная переходник. Разницы у них никакого нету, в том плане, что работа как-то по-другому, либо что-то не работает с USB-A, а с USB-C работает, такого нету. Просто здесь уже сразу доступны оба варианта, собственно, если USB-A нету, можешь USB-C и наоборот. У WPP20, насколько я помню, в комплекте с коробкой лежал просто такой маленький USB-переходник. Да, отдельно, совершенно верно. Его очень легко было потерять. То есть он никак не закреплен физически с WPP20. Ну, что касается видео, как я говорил, уже поддерживается 4K 30 FPS, и на самом деле, когда мы тестировали это оборудование, у нас не получилось отправить контент в 4K. И не потому, что это не работает, а потому, что у нас нету источника сигнала, 4K. И поэтому мы вам предлагаем, у нас это оборудование есть уже на демоскладе, вы можете его брать, тестировать, посмотреть, ну, реально, передает ли он 4K или нет. Когда, соответственно, работает 4K, здесь есть специальный LED-индикатор, который об этом показывает, потому что он работает в 4K. да, мы когда вообще ожидали это оборудование, ну, были сомнения, честно говоря, то, что 4K по беспроводу, ну, как-то неуверенно, но на самом деле мы посмотрели, учитывая то, что здесь есть Wi-Fi 6, и MIMO 2x2, то сигнал стабилен, и действительно, теперь мы в это верим. Ну, и основное, конечно, отличие, это BYOD-режим. Да, расскажи подробнее все-таки про BYOD-режим на примере с каким-нибудь тем же самым митинг-баром. Ну, смотрите, если мы говорим про митинг-бар, то вы подключаете WPP 30 к вашему компьютеру, обязательно включаете точку доступа на самом митинг-баре, и уже можете использовать на вашем ноутбуке периферию терминала A20 или A30, то есть вы можете использовать абсолютно любые приложения за счет периферии терминала на компьютере. с терминалом у нас что митинг-бары, которые мы говорили о 20-е, 30-е, они работают по Teams и Zoom. Но не всегда бывает такое, особенно в время, в котором сейчас мы живем, что одна из этих платформ у тебя используется. Зачастую надо, чтобы поддерживалось все, и Zoom, и Teams, и какие-нибудь веб-версии, и надо, чтобы вот этот терминал, который у тебя уже есть, работал и с чем-то сторонним. И вот как раз этот режим BYOD, который ты можешь в терминал привести, он предоставляет твоему компьютеру доступ к USB, ну, к встроенной камере, к микрофону. Раньше у нас это было только через проводной коммутационный блок VCH51. Вот сейчас у нас появилось решение и с беспроводной возможностью передачи. Во-первых, мы на большой телевизор выводим контент с ноутбука, например, принесенного, а в ответ с терминала мы получаем доступ к его камере и микрофону. Вот Глеб спрашивает, а передается ли звук через WPP. Да, передается, там можно поставить галочку передавать звук с компьютера. Да, например, можно использовать у себя в офисе для просмотров каких-то там видеороликов, ну, например, идет чемпионат, ну, какой-то там по футболу России, можно включить и на большом телевизоре смотреть с комментированием. Опять же, мы вот сравнивали у себя в офисе WP20 и WP30. WP20 тоже Full HD 30 кадров заявлено со звуком транслировать, но были заметны, что есть фрезы, то есть при просмотре видеороликов, то через WP30 там 4К не было, ну, и бог с ним, но качество картинки было заметно лучше и плавнее. В рамках одного помещения, где не сильно зашумлено Wi-Fi, напоминаем, работает по Wi-Fi 5-ти герцовый, работало заметно стабильнее и лучше. Я, наверное, хочу закончить историю про BVD-режим и еще раз подчеркнуть, что BVD-режим поддерживается только на митинг-барах А20 и А30 и на рум-касте. На других терминалах классических, которые работают по протоколам SIP и А323, BVD-беспроводной не работает. Там работает только проводной BVD-режим. Ну, а с митингами сериями мы можем использовать это просто как беспроводную трансляцию контента. То есть он поддерживается, но BVD-режим недоступен. У Алексея вопрос. У WPP-30 заявлен Bluetooth, у WPP-20 нет. Для чего Bluetooth? Ну, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. И, может, у тебя есть какие-то идеи? Сейчас не готовы ответить на этот вопрос. Я думаю, это для будущих каких-то доработок возможных, которые могут появиться. Например, может быть, по Bluetooth можно будет что-то как-то привязывать, пока он недоступен к настройке и к использованию. Давайте поговорим немножко все-таки про совместимость WPP-30 с нашими терминалами. Ну, как мы уже говорили, поддерживаются подключения к митинг-барам А10, А20, А30, как в режиме просто трансляции беспроводного контента, так и в режиме BVD. Также есть поддержка митинг-бардов 65-х, 86-х, только в режиме передачи беспроводного контента. С терминалами из MVC-серии WPP-30 абсолютно не работает ни в каком из режимов. Что касается актуальной линейки классических терминалов, то WPP-30 работает со всеми терминалами 400-й, 600-й и 800-й, но опять же надо помнить то, что терминалы обязательно должны быть обновлены на новую версию POA 54-го. Те, которые терминалы не обновляются, они с WPP-30 работать не будут. WC-200E и старые терминалы WC-500, 800-й и 880-й с WPP-30 не работают. Ну и, конечно, работает RoomCast как в режиме BIO-IUD. И давайте все-таки расскажем, почему это очень интересно и как это работает. Насколько вы знаете, у нас есть устройство RoomCast, которое позволяет транслировать беспроводной контент на экран телевизора, но у самого RoomCast нету невстроенной камеры, невстроенного динамика, поэтому для создания и проведения конференций отдельно RoomCast использовать нельзя. Но WPP-30 вместе с работой с RoomCast позволяет вам совершать абсолютно беспроводное подключение и использовать камеру для конференций. Как это вообще работает? Например, мы берем нашу камеру UVC-40. Напоминаю, что у этой камеры есть встроенные микрофоны и встроенные динамики. И вы не хотите тянуть USB-кабель от камеры до вашего компьютера на столе. Там зачастую, если у тебя больше 10 метров, уже проблемы начинаются. Да, ну мы, допустим, говорим про такие среднепереговорные комнаты, где меньше 10 метров у компьютера. Ну, кабель даже в салоне красиво. То, что у тебя на столе кабели или у тебя их прятать придется. Ну, да. Это дополнительная сложность. Есть. Это действительно так. И чтобы, собственно, уйти от проводов, можно подключить UVC-40 к RoomCast. На RoomCast обязательно включить точку доступа, сопрячь WPP-30 с RoomCast и дальше подключить WPP-30 к вашему ноутбуку. После этого автоматически у вас включится BYU-D режим и на вашем ноутбуке абсолютно без подключения проводов вы увидите UVC-40 камеру и сможете конференции использовать UVC-40. Также, да, я не сказал, что RoomCast еще дополнительно подключается к телевизору и картинка с вашего ноутбука тоже без провода идет на большой телевизор. Данный режим работает только с камерами Я-Link, а именно UVC-34, UVC-40, UVC-84 и UVC-86. Тебе что-то есть, Юра, добавить? Да, я хотел бы спросить у тебя, как происходит сопряжение например, того же WPP-20, 30 с устройствами Я-Link с тем же самым RoomCast либо с терминалами? Ну, первое, что надо сделать, это на устройствах Я-Link включить точку доступа. Да, понятно. Потом вы просто в USB-порт подключаете WPP-30 и на большой экран высвечивается то, что устройство было сопряжено. В принципе, это весь процесс, он очень простой. Ну, а дальше мы уже подсоединяем в компьютер и важный момент, насколько я знаю, что сама приложение находится на WPP-20 и на WPP-30 адаптерах. То есть, предварительно на компьютер ничего устанавливать не надо. Да, совершенно верно. Были даже некоторые проблемы, то, что антивирусы эту программу зачастую блокируют, поэтому рекомендуем в антивирусах разрешать доступ к этой программе. Может быть, политики запрещающие, что какие-то программы запускать без администрационного доступа нельзя запускать. Ну, это такие моменты, которые стоит учитывать. Да, Антон задает вопрос, возможно ли выводить изображение из телефона iOS-Android. Ну, если мы говорим про вывод изображения, допустим, на Roomcast, то, да, такая возможность существует. Сам Roomcast поддерживает как Airplay, так и Miracast. Поэтому с помощью вы можете транслировать. Да, вот, кстати, вот так вот выглядит картинка, как вы видите, и Miracast, и Airplay есть. Если мы все-таки говорим про трансляцию изображения с мобильных устройств в конференцию терминала, то, в принципе, там тоже есть вся эта возможность, но за исключением того, что Miracast, для трансляции по Miracast нужен дополнительный адаптер, он называется WF50, но, в принципе, такая возможность тоже есть. У терминала есть минимум два USB-порта, которые можно задействовать. То же самое и Roomcast, например, имеет два USB-интерфейса, в один мы подсоединяем камеру, и, опять же, стоит важный момент, я еще дополнительно подчеркну, мы не только камере доступ предоставляем, но также предоставляем к микрофону динамика. Если мы говорим о 84-86 камере, где встроенных микрофон и динамика нет, мы просто к ним подсоединяем отдельно нужные микрофоны, динамики, и это все у нас будет доступно, опять же, по беспроводу. Информацию о том, что, соответственно, BID-режим запущен, вы можете увидеть слева в углу на скриншоте с экрана в телевизионной панели, куда картинка выводит по умолчанию Roomcast. И, опять же, это работает только на WP30, и у нас есть версия Roomcast, где он представляется голый, условно, без WP20-го в комплекте, там бывают разные комплекты, поэтому смотрите. В WP20-ом такого режима не добиться, это будет просто беспроводной шаринг контента. Roomcast там поддерживает кастомизацию, можно свою картинку, какое-то брендирование сделать, welcome screen написать. Также, например, несколько странных решений мы у себя проверяли, коллеги взяли свежие версии iPad, по USB-C интерфейсу подключили WP30, и он неожиданно для нас начал тоже демонстрировать свой контент через вот это приложение, то есть как бы прошел шаринг, понятное дело, доступ к камере мы не получили, но просто шарили, хотя могли воспользоваться AeroPlay. Также, помимо просто дублирования экрана, доступен режим второго экрана, то есть расширенный режим показа. Например, это будет удобно для каких-то рассказов, презентаций, использования режима докладчика и так далее. У нас, наверное, все на этом. Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Если интересны еще какие-то темы, чтобы мы вам отдельно рассказали, уже, может быть, даже не относящиеся к данным озвученным темам, задавайте, мы тогда тоже запланируем вебинар на эти темы. Проступил вопрос от Олега. Возможно, прослушал WP30, работает ли с Mac OS, можно ли без проводов использовать BOD режим для Mac OS. С Mac OS работает, но вот работает ли BOD режим на Mac OS, к сожалению, не готовы сказать. У нас компьютера с Mac OS не было в демо, чтобы это непосредственно проверить. Пользуемся в основном Windows платформой, поэтому либо как-то отдельно, не готова сейчас вам, к сожалению, точно сказать. Так, Петр, вариантов подключения очень много, если есть схема подключения, было бы очень здорово получить ссылку на все материалы, доступные для партнеров. Ну, действительно, вариантов подключения очень много, готовых сценариев у нас, к сожалению, нету. Мы работаем визуально, мы как раз с коллегой из отдела пресейлов, и мы вместе с партнерами через нашу тикетную систему помогаем партнерам реализовывать проекты под требования заказчика. Они обычно все, опять же, уникальные, каждого в своей хотелке, поэтому готовых пресетов сейчас с вами поделиться не сможем, к сожалению. С USB решениями, если, например, мы говорим про AVA в виде USB, там столько возможных вариантов. Пишите в рамках проекта, мы вам поможем, Петр. Коллеги, ну, видим, что вопросов нету по презентации, еще раз благодарим за то, чтобы поучаствовали вместе с нами и задавали вопросы, они, безусловно, интересные. Ждем вас на следующих вебинарах. Хорошего вам дня. До свидания. Да, спасибо, коллеги, что пришли. Хорошего дня всем.